Девушки отдыхают В языке цветоводов, значит, вместо цветов в буйный рост идут листья Это одно из тех растений, которого нельзя подкармливать, не нужно подкармливать Например, канны, там обязательно нужно добавлять в почву навоз, чтобы они цвели А свали, если ее перекормить, она будет просто в массу давать зелень И, как правило, ее сажают около памятников, на видовых местах Рядом с памятником Маяковского в сквере, названном именем поэта, высаживают яркие сальвии 730 штук, по 40 цветков на квадратный метр Так и растения чувствуют себя комфортно, и клумба, живой ковер будет без дыр К весенним цветочным работам готовиться начинают еще зимой В теплицах растения сначала сеют, потом пикируют, заботливо поливают Вот этой сальвии около трех месяцев теплицу ее высадили в конце января Из питомника растение приезжает уже в готовых горшочках Поэтому технология посадки довольно проста Подкопали ямку, вместе с комом земли опустили и присыпали землей И так несколько сотен раз, и красивая яркая клумба готова Против власти смерти растет в садах шалфей Так писали еще древние греки и верили в чудодейственную силу растения Сальвия на клумбах родная сестра шалфея, но свойства у нее не лекарственные, а исключительно эстетические При должном уходе декоративный шалфей цветет все лето Периодически сотрудники спецремстрой зеленхоза будут обрывать увядшие цветочки, на месте которых вырастут новые бутоны Также обязателен регулярный полив и прополка Через терни к звездам сальвия, хоть и неприхотливая, не проберется Оборвать цветой, отцветшей, она по-новому набирает цвет И так несколько раз за сезон мы делаем Будем поливать, рыхлить Сальвия любит рыхление, ей воздух нужно обязательно, вентиляция Поэтому день поливания, день рыхлим Потом, по мере отцветания цветов, будем убирать отцветия, прополка, естественно Кропотливым трудом создает красоту в городе, а она настроение жителям Вот этот парк, я здесь живу, наверное, 53 года И вот в последнее время я всю эту красоту увидела Все эти цветы, не было ничего из-за этого Цветущий город – это про Самару В этом году областная столица действительно расцветет Программа «Цветущая Самара» уже в действии В 2016-м из бюджета города выделили 55 миллионов рублей В планах высадить цветы не только в парках, стверах и на бульварах, но и просто вдоль улиц Цветы разрастутся на площади почти 20 тысяч квадратных метров Планируется, что до 2020 года количество цветников в городе должно увеличиться в три раза До 40,5 тысяч квадратных метров Заняться садовыми работами приглашают организации Рестораны, магазины, фирмы Активную часть в цветочном оформлении примут и администрации внутриградских районов Вклад жителей в цветочный марафон тоже поощряется В Самаре проведут конкурсы на лучшее оселенение дворов, балконов и уголков отдыха А традиционный фестиваль цветов, проведение которого администрации Самары запланировано на 30 июля Вновь продемонстрируют передовые технологии и опыт предприятий, организаций и жителей В цветоводстве и ландшафтном дизайне Расти цветы будут в каждом районе Самары Какой будет самый яркий, покажет время, а вот готовиться к сезону посадки начали заранее В Октябрьском районе собрали цветочную конференцию Жители и районные власти искали оптимальный способ сделать так, чтобы весь район благоухал и пестрил яркими красками В обсуждении участвовали и опытные цветоводы, и любители, и совсем новички Каждый год практически я закупаю по 385 бетуний, и мы высаживаем их, естественно, в клумбы, а не в землю Мы озеленяем прилегающие территории, мы высаживаем розы, высаживаем многолетние цветы С год в год все больше и больше жителей хотят принимать в этом участие Может быть, когда приходят они на эти конференции, когда мы им показываем слайды, как красиво выглядят газоны, как в примере поставим Мы их награждаем памятными призами в виде планшеток с семенами многолетних, однолетних цветов Они сидят и обмениваются, они уже хотят на будущий год посадиться, чтобы похвастаться, чего им удалось добиться Цветоодам на подмогу придут районные власти Они договариваются, чтобы на газоны привезли землю и обеспечили полив И к консультации тоже не откажут Поэтому сегодня мы предложим, где можно купить и заказать эти газоны Кто готов предоставить по самой выгодной цене цветы, рассаду И, конечно, мы обсудим, как в целом должна выглядеть наша общая цветочная композиция А во главе станет человек, который будет за это отвечать Это архитектор района От слов к делу Некоторые предприниматели к благоустройству подошли с энтузиазмом Хозяйку одного из кафе в Октябрьском районе местные власти ставят в пример другим частникам Она не только с уборкой территории вокруг справляется Маленький островок земли превратила в цветущий сад Помогают жители района Сделать мир вокруг прекрасней Такой девиз выбрала Юлия Романович Украшает цветами летний зал кафе, где по выходным отдыхает всей семьей На очереди территория вокруг здания общепита Нужно разбить клумбы и покрасить бордюры в сквере вдоль московского шоссе Мы делаем для того, чтобы было красиво, уютно Чтобы наша Самара была красивая Чтобы люди приходили в наш парк и радовались Хотим быть примером нашему городу Чтобы люди также около своих мест, где они живут, где они работают, где они отдыхают Тоже вот такую эстетическую вкладывали, такую нотку Кафе здесь открыли больше 10 лет назад И с тех пор стремятся облагораживать участок Хозяйки Ани Чернышевой не чужды и дизайнерские изыски, и ландшафтный дизайн Посадила каштаны, разбила цветочные клумбы, поставила беседку и детскую площадку А в прошлом году сквер на Маломосковской полностью отремонтировали и преобразили городские власти У жителей микрорайона появился свой уголок отдыха Где постелили аккуратные рулонные газоны, установили оригинальные фонари и скамейки Теперь у хозяйки кафе еще больше стимулов поддерживать чистоту на вверенной ей территории Я пришла, конечно, сюда 13 лет назад Сквер был в запущенном состоянии, в очень неухоженном И как предприниматели, как жители города, меня просто очень сильно порадовало Что в нашем городе такие перемены, что такую красоту наводят И так сквер преобразился, стал таким уютным и красивым Поэтому хочется соответствовать этой красоте Разбавить газонную гладь решили цветочным оазисом К посадке готовы почти 400 корней рассады Помочь приглашают и жителей соседних домов, и всех желающих Пока одни сажают цветы и благоустраивают город, в других местах продолжают убирать Чистота задача круглогодичная И после завершения месяца генеральные уборки на самарских улицах и во дворах ежедневно наводят порядок О чистоте заботятся и на незакрепленных территориях Убирать бесхозные участки в городе начали месяц назад Чего здесь только нет, такие сюрпризы встречают рабочих каждый год За чистотой здесь будут следить ежедневно И так всю осень, пока не выпадет снег Территории вокруг жилых домов на совести управляющих компаний Вдоль дорог муниципального предприятия благоустройства Остальные участки земли считаются незакрепленными По договору с районными властями подрядные организации берутся за наведение чистоты в таких местах Ежедневно утром мы созваниваем с подрядной организацией Корректируем адреса, куда они встают Потому что не всегда получается, что подрядчик может скорректировать план работы на день И может что-то не успеть довывести В течение дня приезжаем, смотрим, как ведутся работы В конце дня опять смотрим, что получилось Планируем на следующий день В железнодорожном районе сотрудники подрядной организации Собирают и вывозят мусор, спиливают сухие ветки деревьев Если необходимо, берут газонокосилки и расправляются с высокой травой Территория стала заметно чище Управляющей компанией, конечно, мы проводим большую работу С ними разъяснительную работу, в том числе по поводу уборки территории И территория стала заметно чище Ну, конечно, и без штрафов тоже не обошлось Тем не менее, все равно выявлялись нарушения, привлекались они Но я считаю, что сейчас заметно лучше стало Как будет выглядеть эта территория дальше – забота подрядчика Если административная комиссия обнаружит нарушения За недоделки и некачественную уборку организацию могут оштрафовать Майские праздники – не повод расслабляться Для самарских служб благоустройства На улице города к чистоте внимание повышенное Наводить лоск будут весь май и все лето В ближайшее время закончат с покраской дорожных ограждений, деревьев и бордюров Казалось бы, мелочь – всего лишь бордюр Но такие, на первый взгляд, незначительные нюансы создают уют и придают аккуратный вид улицам На дорогах с оживленным движением, да еще и учитывая сезонные перепады температур Обновлять краску на бордюрах приходится ежегодно Легко и бегло, будто по клавишам фортепиано Валиками по бетону проходятся сотрудники МП благоустройства Меньше часа и довольно длинная разделительная полоса на Волжском проспекте вновь в цвете Бордюр как жизнь Белая полоса, темная полоса, но с оптимистичным настроем Светлые полосы в два раза длиннее, чем темные На самом деле это не философская метафора Такой контраст для безопасности А крас зебры гораздо заметнее водителям Красота без чистоты не получится Пропылесосить дороги, как умыться с утра Дело ежедневное, и в Самарях уже привычное Усердно, словно трудолюбивая пчелка, жужжит уличный пылесос Сметает и убирает пыль на тротуарах Это часть комплексного содержания дорог В данный момент производится подметание тротуаров с увлажнением Делается для того, чтобы было меньше пыли Город был чище, людям дышалось легче Всего на вооружении муниципальных служб 28 пылесосов Большие работают на дорогах, компактные, на тротуарах и в труднодоступных местах Чистят все районы днем и ночью В этом году привести город в порядок успели быстрее По некоторым видам работ опередили график на неделю А по другим стахановскими темпами уложились на три недели раньше Работы продолжаются всегда Это непрерывный цикл содержания автомобильных дорог в город Сейчас подводятся последние штрихи Производится докрашивание бордюрного камня, покраска деревьев После майских праздников начнутся первые работы по покосу травы на газон За чистотой в Самаре следят во все сезоны Летом свои особенности убирают и мусор, и пыль На низком старте поливальные машины Мыть будут дороги, тротуары и остановки общественного транспорта В темпе не только убирают дороги В начале мая основной ремонт малыми картами Ночь и только шум катков и легкий пар от асфальта До 18 заездов делает один современный легкий виброкаток Так придают необходимую прочность покрытию На Камазах подвозят горячий асфальт Это ремонт малыми картами на улице Советской Армии Которая четверть века вообще никакого ремонта не видела На самом деле карты не такие уж и маленькие До 100 погонных метров Довольно внушительный участок Но точность, как в аптеке, качество ремонта, требования строгие В этом году значительно усилен контроль за ремонтом дорог Причем под пристальным вниманием сотрудников МБУ Дорожное хозяйство Он на всех этапах работы Смотрит и как вырезали карту И насколько хорошо ее обработали перед укладкой асфальта Считают даже сколько раз прошелся каток по полотну После завершения работ берут своеобразную пробу И уже в лаборатории проверяют влагосодержание и уплотненность материала Работу принимают только если все параметры соответствуют ГОСТу На этом участке дороги разрушения были значительные Пришлось укладывать два слоя асфальта Выравнивающий и основной Сначала срезается изношенный слой асфальта Фрезой После призы очищается основание от пыли и грязи Прометается, продувается Проливается битумная эмульсия По необходимости укладывается выравнивающий слой После укладывается верхний слой Выкладывается картами Всего в городе малыми картами отремонтируют 63 тысячи квадратных метров дорожного полотна Работают сотрудники МП благоустройства круглосуточно и без выходных Самый горячий период – ночь Специально, чтобы не создавать помех движению А вот помехой для катков могут стать припаркованные у обочин машины Тогда на помощь приходят ГИБДД и эвакуаторы Но большинство автомобилистов к ремонту относятся с пониманием И сами убирают автомобили В этом году выросли не только объемы дорожного ремонта Повысились и требования к качеству На малой карте подрядчики дают гарантию в один год Все дефекты в это время они будут устранять за свой счет А гарантия на дороге отремонтированной капитально составляет 5 лет Ситуация на дорогах сейчас поравнивается Потому что подрядчики уже три недели назад приступили к гарантийному ремонту Из порядка 130 объектов Ну уже примерно на 70% гарантийный ремонт сделан Планируем закончить до конца мая На некоторых улицах подрядчики уже приступили к капитальному ремонту Меняют все слои дорожного покрытия А также бордюры, ремонтируют тротуары и газоны Устанавливают дорожное ограждение и делают разметку В этом году 26 дорог запланированы для комплексного ремонта Кроме того, намерены отремонтировать внутриквартальные дороги в 84 дворах Всего в этом году в городе приведут в порядок 600 тысяч квадратных метров дорожного полотна